Тварь! Вези меня, тварь! Мразь! Вези меня! Слушай, сейчас такие люди приедут! Вези меня! Мразь! Вези меня! Так тебе и надо! Это за то, что я украинец! Эй, чувак, так ему просто вслышить надо. Да? Цепь там помыть, почистить, смазать. А-а-а! Поехали, пока! Здравствуйте, вело-любители! Мы приветствуем вас на канале Марьянов Тим. И сегодня мы поговорим, как обслужить велосипед в домашних условиях. Для того, чтобы обслужить велосипед, вам придется порыться в дедушкином сарате. Найти там штанги, плоскогубцы, набор шестигранников, если у вас дедушка достаточно прогрессивный и идет в ногу со временем. И легкие средства защиты. Это перчатки, ну и тряпочки, чтобы протереть велосипед. И также немножко химии. О ней мы поговорим чуть позже. На велосипеде существует три самых уязвимых места, которые нужно регулярно обслуживать. Это цепь, каретка и вилка. И давайте рассмотрим, как всему этому увеличить срок службы. Первое. Вилка требует ухода. Достаточно конкретного и внимательного. Она делится на две стадии. Владельцам и механикам. Про механикам мы опустим, но владелец должен делать некие манипуляции и бегание с бубном вокруг вилки. Нам понадобится силикон для того, чтобы меньше седало всякого говна на трущейся детали вилки. Многие диванные эксперты скажут, что силикон это устаревшая методика. Да и существуют разные понтовые присадки и розоль. Но ихняя цена иногда стоит, как полноценное обслуживание у механика. И теряет свой смысл. Поэтому мы берем доступное средство силикон в спрей. Почему в спрей? Факел распрыскивания спрея невелик. И избегает попадания в силикона на тормозные диски и вибрейковые дорожки на углу. Предварительно ободрите ноги вилки сухой салфеткой. Нанесите силикон. Распространите его по штуку или ноге вилки. Подождите, пока он стечет. Прожмите вилку несколько раз, чтобы силикон как можно больше поднял грязи с манжетом. Далее устраняйте грязь и повторяйте операцию несколько раз. И еще любителям керхера бить под давлением. Если вы под прямым углом сандалики прям под сальник, вода все-таки туда попадет. И если вы велосипед поставите и не будете на нем ездить, вы можете попрощаться со своей вилкой. Два. Коррект. Самая нижняя точка велосипеда. Она бывает попадает в воду. Она испытывает попадание воды от переднего колеса. То есть там грязи достаточно. Поэтому я бы рекомендовал в домашних условиях просто снимать шатуны и чашки протирать от попадания грязи. Это есть касательно каретки Хаутек 2. Для чистки каретки вам понадобится 6-граник на 5 и спецключ компания Шимана, который стоит аж целый 75 гривен. Но мы не мы, если не отковыряем это плоскорубцами. Поэтому приступаем к чистке каретки. Обтираем чашки от пыли, грязи и песка. Для полу или глубокого проникновения в чашки нам понадобится нож. Добрались до подшипника. Протерли грязь. И теперь стоит вопрос, чем же смазать. Я использую BM600. Многие сейчас специалисты меня зачмырят. Но на самом деле смазка очень влагостойкая. И имеет антикоррозийные свойства. Поэтому ее лучше наносить. Но так как это все-таки дедушки способ, по-любому у дедушки где-то в подвальчике стоит большая смазка. Такая банная, синяя смазка. Ее вполне можно использовать для смазки от отшипника. Но лучше все-таки купить специализированную. Дальше собираем все в обратном порядке. И переходим к моменту 3. Это цепь. На большинстве велосипедов установлена цепь фирмы КМС. Которая по умолчанию ставит замок. Но компания Шимана еще в это не верит. Они староверы и собирают цепь с завода на КИМ. Поэтому для первого обслуживания вам придется каким-то образом извлечь пин. Не рекомендую применять метод, который вам посоветует дедушка. Взять молоток, зубило. И как на Украине, как садануть. Нет. На вашем велосипеде цепь гораздо нежнее. Рекомендую приобрести выжимку цепи. Желательно не купленную на рынке. Более качественную, с качественных материалов. Она вам останется надолго. Да еще и будет сосед по городу стрелять. Итак, возвращаемся к нашей цепи. Она с замком. Снимаем с помощью плоскоупцев дедушкиным методом. Погружаем ее в бутылку жидкости. И вот жидкость можно приобрести и по активности. Кто-то использует мамин ферри. Кто-то использует бензин. Но в квартире с бензином сильно не повоюешь. Поэтому мы рекомендуем вам деймлер. Деймлер, деймлер или дальмочио. Хрен просышь. Этих итальянцев, как они его называют. Но не суть. Это самый активный и самый реактивный способ. Омыть цепь. Берем. Идем на мусорник. Ролимся в бутылочку. Или покупаем пиво. Спопиваем. Закидываем цепь в бутылочку. Заливаем его деймлером с пропорцией, указанной на бутылке. И шаманим. После того, как мы омыли цепь, мы ее споласкиваем в чистой воде. И сушим. Обязательно сушить. Перед нанесением смазки обязательно высушить до суха. Дальше идет процесс смазки. И вот здесь приходит метод, любимый метод наших парафина. Любителей мы смазываем. Потому что это дедушкиный способ. Мы наковыряли у дедушки где-то старую свечу, которую он не успел отнести в церковь. И растопили ее в кастрюле. Закинули туда цепь. Растопилось. Нагрелось. Высушили. И устанавливаем. Один из самых проверенных методов. Это все-таки использовать технологии. И купить уже смазки, которые имеют свойства парафина. Но при этом наносятся без особого волшебства. Продолжение следует... 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 но в целом велосипед любит любовь его нужно вытирать чистить мы сто процентов вы поставили велосипед еще осенью и не рассматривали просто бросили и он валялся вас на балконе обратите внимание на тормозные колодки на их износ на дисковых тормозах износ колодки не должен превысать 3 миллиметров одной стороны если есть косина то есть колодка выбрана под углом их лучше заменить также касательно тормозных колодок и брейков на каждой колодке брейков есть ограничительная полоса тоже рекомендую обратить внимание на то как они изношены а иначе это грозит повредить опыт раму рекомендую мыть ручным способом не используя керхер потому что когда вы тряпочкой аккуратно протираете раму вы можете обнаружить какие-то дефекции или царапины или повреждения вы более внимательно смотрите на свой велосипед чем в прямой тикерхером обязательно проверьте давление в шинах камера имеет свойство диффузировать и пропускать воздух перед выездом обязательно убедитесь что ваши колеса накачаны с рекомендованным давлением указано на покрышках ну а в целом рекомендую вам каждую осень перед тем как повесить велосипед на крючок обязательно провести его техническое обслуживание подготовить его к зимнему хранению обеспечить так чтобы ваша вещь была сохранна как ваши ноги зубы или голова которую вы морете каждый вечер поэтому ухаживайте за своим байком обеспечите работой механиков и меньше сами экспериментируйте или что-то сломайте а механики потом починят всем добра до новых встреч ставьте лайк и подписывайтесь на канал пока люди без образования зальют туда машинное масло поверь будучи мне 16 лет я смазал весело полностью весь машину чувак это не смешно я этого тупо не знал я мазал как на мотоцикле вот так право понял право так и поливал и спина весь двор блин все в масле не 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 после что вы слышите видео типа как у дедушки за горожанку же велосипед а это уже надо купить а вот как раз хвост с гаечкой это у дедушки за горожанку да не могли на такой степени не надо так этот просто за счет чувак на ютубе рассказывать людям как гвоздем убивать финн сто процентов не надо нет 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 это можно было разносить водноклассника египет